Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания» в студии Ирина Батина. Сезон навигации открыт на всех реках Амурской области. На Зейском водохранилище он стартует 1 июня. О безопасности на воде, о подготовке маломерного транспорта мы сегодня поговорим с Александром Коваленко, главным государственным инспектором по маломерным судам Амурской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Александр Валентинович, расскажите, как структура ГИМС готовится к навигации? Перед началом навигации судоводители обращаются в государственный инспектор по маломерным судам. Это на суда, которые подлежат обязательной государственной регистрации для проверки документов и проверки годности судна к эксплуатации. Соответственно, проходит обязательное освидетельствование. Срок годности освидетельствования у нас установлен законодателем 5 лет. Также проверяет все свои документы, то есть удостоверение на право управления маломерными судами. Это на суда, которые необходимо иметь. Если есть необходимость, значит, осуществляется замена. Срок действия удостоверения на право управления 10 лет. В ходе освидетельствования проверяется состояние корпуса судна, затем состояние осушительной системы, топливной системы, рулевого управления, а также укомплектованное судно-спасательное оборудование. С открытием сезона на реках и озерах появляются рыбаки, отдыхающие с катерами, водными мотоциклами. Вот здесь немножко поясните, пожалуйста, сколько у нас в области зарегистрировано водных транспортных средств и есть ли какие-то изменения в регистрации в этом году? На территории области зарегистрировано в реестре маломерных судов более 9 тысяч, а аттестованных судоводителей более 13 тысяч у нас. Надо отметить, что маломерные суда это у нас не только те, которые подлежат государственной регистрации, те, которые, так сказать, не подлежат именно суда меньше 200 килограмм весом и мощность двигателя менее 10 лошадиных сил. Поэтому если в скупе брать, то это у нас порядка 20 тысяч судов у нас эксплуатируется каждое лето. Необходимо еще напомнить, что судоводители обязаны выполнять правила плавания, соответственно, управлять судном состоянии, не в состоянии алкогольного обедения. Что часто во время отдыха, да? Ну да, мы осуществляем надзор за всеми судами. А что такое маломерное судно? Это суда, которые до 20 метров. Поэтому необходимо точно так же, как и на дорогах, выполнять правила плавания и вести себя, так сказать. А вот вы говорили, что изменения какие-то в этом году, возможно, есть в регистрации? Да, но у нас, в принципе, основные изменения в рамках цифровизации всех структур государственных. У нас все оказываются государственные услуги, выдаются все документы только в цифровом формате. Поэтому еще раз напоминаю, все обращения мы принимаем через портал государственных услуг, то есть через личный кабинет, потому что мы, в принципе, не выдаем на бумажном носителе никакие результаты. То есть ни судовые билеты, ни удостоверение на право управления маломерным судном. Вы сказали, что разный транспорт используют, и мы знаем, видим это на реках с наступлением летнего сезона и весеннего. Подскажите, пожалуйста, вот для того, чтобы управлять маломерным судом, понятно, что там нужны документы, права какие-то. А вот для того, чтобы управлять вот этими судами, которые меньше 200 килограммов, и, например, скутерами, водными мотоциклами, нужны ли там какие-то документы? Потому что мы часто видим, что даже детей садят за водный мотоцикл. Ну, скутер, либо водный мотоцикл, он попадает под маломерный, как понятие маломерное судно, которое подлежит обязательно государственной регистрации. Потому что на скутерах устанавливаются двигатели, ну, соответственно, больше 10 лошадиных сил. Что касается маломерных судов, да, есть у нас там надувные лодки, у нас используют небольшие там мощности моторы. На данные суда, они, в соответствии, если они не подлежат государственной регистрации, на них и не нужно удостоверение на право управления маломерным судном. Но они все-таки все равно должны, значит, соблюдать правила движения, так как по дорогам, так и у нас и по рекам установлены определенные правила. Маломерным судам они имеют право двигаться по судовому ходу, поэтому сразу обращаю внимание, они должны двигаться только по краю судового хода. Вот это на реках, которые выразили внутреннее водное плавание. Ну, это у нас в основном реки Амур, Изея. То есть все-таки управлять водным мотоциклом только с правами? Так точно. Так, теперь давайте вопрос подготовки. Как должен судовладелец, даже мелкий, подготовить свое судно к навигации? Особо важное это состояние рулевого устройства. Были у нас случаи аварии в связи с повреждением антроса, соответственно, даже с гибелью людей. Затем состояние топливной системы, чтобы не было никаких там утечек топлива, чтобы не было загрязнения водного объекта. Ну и на укомплектованность спасательным оборудованием, то есть спасательные жилеты. Есть суда, в которых обязательно спасательные округи, это на большие суда. Состояние осушительной системы. Если на маленькие суда там какой-то черпак, если большие суда, значит, водоотвленные насосы. В ГАИ обычно есть такая штука, как техосмотр. У вас есть такой техосмотр? То есть вы каждое проверяете судно? Да, каждое судно, которое у нас подлежит государственной регистрации. Мы проводим освидетельствование судна на годность плавания. У нас это так называется. Значит, срок действия данного освидетельствования после регистрации. Независимо от того, что если судно провело регистрацию, необходимо эксплуатировать ее можно только после получения годности судна на плавание. Это срок действия данного освидетельствования, 5 лет. Вот вы говорили, что правила точно такие же, как на дороге, и права должны быть, и соблюдайте правила движения. Расскажите о основных нарушениях, которые допускают судовладельцы. Основные нарушения — это управление маломерным судном в незарегистрированном установленном порядке, нарушение правил плавания, встречаются случаи управления судном в состоянии алкогольного опьянения, либо невнесение изменений в реестр. Есть обязательное условие, если вы, например, заменили двигатель, либо провели модернизацию судна. Даже если вы заменили фамилию, либо адрес места жительства, вы обязаны внести, уведомить Государственную инспекцию по маломерным судам, чтобы она внесла это изменение в реестр. И штрафы, соответственно, предполагаются за нарушения? Соответственно, да, за все эти нарушения предусмотрены штрафы. С наступлением летнего сезона, да, у нас много, в прошлом году было различных трагических случаев. Вот скажите, здесь тоже какие-то случаются трагические происшествия, и из-за чего они происходят, когда вот человек катается на катере или на водном мотоцикле? Ну, надо отметить, что на территории Морской области у нас последние пять лет не зарегистрировано ни одного происшествия с маломерным судном. Это как лучшую сторону. Хорошая статистика. Да, на уровне Российской Федерации, да, всегда отмечается наша область по дисциплинированности и отсутствию правонарушений, ну, происшествий. Ну, а вообще на территории России основные причины, в принципе, они идентичны, как и с транспортом, да, на простом. На дороге. Основные причины — это управление в состоянии алкогольного опьянения, значит, управление, не имея права в управление, в соответствии, когда у человека отсутствуют какие-то навыки. Затем лихачество там какие-то, начинаются манёвры делать, вплоть до, значит, переворачивания судна. Ну, а из наших, значит, на моей памяти это был факт, когда судоводитель на гидроцикле там решил проявить, ну, похвастаться своим имением, в принципе, даже выскочил на берег и наехал на свою супругу, которая находилась в кресле. Боже мой. Да, ну, и на Зейском водохранилище в результате вот неисправности рулевого управления, там штур-трос оторвало, и произошло упрокидывание судна, и человек погиб. Поэтому вот такие... Поэтому всё-таки будьте внимательны, да, как на дорогах, так и на водных дорогах, я бы сказала. Да, совершенно верно. И не садите детей за руль. Ну, детей абсолютно, и особое внимание уделяет, да, детям, потому что дети у нас не поседы, есть правило, что при движении маломирного судна пассажирам запрещено двигаться на борту, и поэтому законодатель предусмотрел, что если на борту находится ребёнок, судоводитель в связи с тем, что он управляет судном, он не может отвлекаться, необходимо нахождение другого человека, который будет следить за ребёнком. И спасательные жилеты? Не, не только за спасательные жилеты. И спасательные жилеты обязательно. Ну, спасательные жилеты, да, это обязательное условие. Как ремень безопасности, наверное. Совершенно верно, да. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. Я напоминаю, что это была программа «В центре внимания». В студии работала Ирина Батина. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok